Всем привет! Сегодня с вами Петро Фим, и мы разберем матчи 14 марта 2021 года. Например, я сейчас сыграл Сити 3-0 в Хухове и Атлетика 0-0. То есть Атлетика и Челси готовились к предстоящему матчу, и там, наверное, будет все-таки... Вот даже не знаю, мне кажется, там все-таки будет ОЗ и 2,5 больше. Так, сонки... Так... Арсенал Тоттенхэм. Обе команды играли в Лиге Европы, одна команда выиграла... Ой, обе выиграли. Тоттенхэм 2-0, Арсенал 3-1. То есть, мне кажется, обе команды решили свой путь в Лиге Европы, то есть обе пройдут. Но Тоттенхэм расслаблен был, то есть Арсенал забил два гола в втором тайме, и они играли 1-1. То есть они потом, стараясь, более выдыхшие. Так что в этом матче можно попробовать взять победу Тоттенхэма. Так. И, наверное, Тоттенхэм один больше. Плюс. Давайте посмотрим еще, сколько побед у хозяев. Одна ничья. Одна ничья у нас была. В АПЛ-ке две ничьи. Две пиды гостей и одна хозяев. То есть, если сегодня побеждает свой Гентон и Лестер, то по-любому Тоттенхэм здесь возьмет. И там уже будем смотреть по МЮ Весхаму. То есть, если Лестер свой Гентон выиграет, то двойной шанс берем на матч Тоттенхэм. Арсенал на двойной шанс на Тоттенхэм. И один больше Тоттенхэм. МЮ Весхам. Весхам неплохая команда. Очень даже неплохая. Все-таки, наверное, Сульшер хочет какой-то что-то взять в этом году. Сколько им очков? Так. Им. 6-16-17 очков до Манчестер-Сити. 17 очков. То есть, две игроки еще играли. 11 очков. То есть, я не понимаю, что они никак не забудут уже первое место. То есть, они, наверное, с кем они играют? В следующем матче Милана. То есть, я бы взял здесь два меньшие МЮ. Слушаю, что все-таки хочется какой-то уже клубок взять. Очень мало трофеев у МЮ за последнее время. И надо все-таки МЮ постараться в Лиге Европы все-таки как-нибудь зацепиться. И все-таки Весхам тоже неплохая команда. То есть, две победы будут у хозяев, мне кажется. Это Соня Эдлестер. И Весхам МЮ может как-нибудь 1-1 сыграть, мне кажется. Вот так вот. То есть, двойной шанс Весхам или 4-1. Байер Армения ничего не буду брать. Лейпциг победа. Лейпциг слил Ливерпулю, потому что им важен чемпионат. Лейпциг победа. Даже посмотрим, как они играют. Так, одна победа хозяев. Хозяев одна победа. Пять побед хозяев, одна гостей. А здесь уже сложнее, как-то не буду думать. Лейпциг может и проиграть. По статистике. То есть, мне кажется, если Байер выиграет, ну, Хофельхайм выиграет. И Айнтрахт тоже может побороться. Так что я взял бы матч Айнтрахт-Лейпциг. Форо полтора на Айнтрахт. Где-то так-то. Так-то. И Хофельхайм тоже двойной шанс везет. Ее просто... Был матч Спартак сегодня с Динамо. И благодаря Спартаку, ну, и по хуй сумму поднял. И радовался. Плюс Динамо с КАК, когда играли на матч, ходил тоже. Эмоции. Сельд-Атлетик не играет. Гранада. Реал Соседат. Гранада. Вы подумаете, все решила, но не тут-то было. А! Плюс. У Соседата много игроков не играет. Соседат отдыхал на три дня больше. То есть, мне кажется, Соседат здесь выиграет. Просто берем... Ну, Соседат победы. Соседат полтора больше. Смотрим быстренько стичку одного бедохозяев. Две бедохозяев, то есть... Так, две бедохозяев и три ничьи. То есть, гости должны побеждать. Это Атлетик. Соседат. Вильяриал может... То есть, я уверена, Севилья выиграет. Севилья 100% выиграет. То есть, если Атлетик сельта ничья, две победы соседат в Вильяриал. Это 100%. И Севилья победа. Но Вильяриал играет в Лиге Европы. И, наверное, все-таки они выигрывают 1-0, где-то так вот, мне кажется. Дадут отдохнуть своим основным игрокам и все. Накануне перед Динамо Киевом не слили Юру и выиграли Вильяриал у Киева. Мне кажется, таки Вильяриал как-нибудь 1-0 в первом тайме, 2-0 выиграет. И все. Всегда этот Вильяриал могут победить. Вильяриал и Севилья победа. Болония, Сандори не берем. Парма, Рома. Рома все вопросы в Шахтере решила. Все решила. Но все-таки, мне кажется, Рома... А, плюс Парма. Три мяча она ко мне не забила. Но отдыхала на 3-0 нет больше. Что здесь можно взять? Давайте возьмем ОЗ в этом матче. Мне кажется, ОЗ здесь будет. В серии А сейчас очень много З, например. Я думаю, Болония, Сандорио ОЗ нет. Торино, Интер ОЗ нет. Кайер, Ювентус ОЗ нет. То есть 3 ОЗ, я думаю, он не будет. Ювентус просто победа. Они сейчас будут очень злые. Из-за вылета они будут всех просто и вся. Просто фора минус один на Ювентус. Торино, Интер. Интер победа с форой минус один тоже. Или просто победа Интера. Не в форме. Белотин играет, потому что не в форме. Какая-то странная фигня. Потому что накануне Торино забила аж 2 мяча. Вы думаете, всего лишь 2. А для Торино это очень много. Например, когда они в Атланте забили 3 мяча. На следующий день. И в следующий... На следующую неделю они забили только ноль. Ноль вообще не забили. Интер все-таки за чемпионат поборется. Вылезли с Лиги Чемпионов. Или я не помню где. Да, Лиги Чемпионов вроде. Им пофиг. И просто сейчас возьмут трофей. Так. А Милан, наверное, все-таки Наполе и прогибает. Вырезка такая. Да, Милан, Наполе. Мне кажется, все-таки... Милан проиграет сейчас. Да. В киеве коэффициентов плюс у кого. Одинаковые коэффициенты, я думаю, Наполе не проиграет. Милан. Можем взять фору 1. Я бы взял даже Милан победа. ОЗ в этом матче вижу. Два с половиной больше вижу. Милан, мне кажется, в первом тайме забьет. Во втором два пропустит. Как-то так. Еще один-два-один-три вижу в этом матче. Если... Как мы поймем, Милан нужна Лига Европы или не нужна. Если они выигрывают там... Все-таки... Ну, если выигрывают 2-1, играет 2-2, 3-1, 3-2 выигрывают, да? А 1-0, если выиграют 1-1, играет, да пофиг. 1-2 проиграет 1-3. То есть, если они забивают больше одного, то, мне кажется, вероятность того, что им пофиг на Лигу Европы 100%, а им Юс сольет, то все понятно. То есть, я бы взяла здесь играть по статистике просто, смотрите. Ну, то есть, где не будет хватать побед? То есть, например, там будет 6 побед у хозяев, 3-2 ничьи и 3 побед у гостей. И все, вот эти все матчи сыграны, и остается последний. То есть, понятно, что будет победа. То, что Наполе не проиграет. Пример Лига России. Первый очень... Как же я просто был... Не знаю, как это слово назову. Ну, как сказать. По замазке, может. Как-то так. Получается, все... Ну, на Российской Лиге первые два матча просто был в минусе. Ну, слил. И на расстройстве закинул, да. Где-то к 6-ти, такое думаю. Не хватает все-таки побед гостей. Почему? И просто все залил. На Спартаке они выиграли. Коэффициент очень крутой. Сначала поставил 1000 на победу. Да. И потом, когда они проигрывали. Фора 0. Поставил еще 1000. На то, что они... Ну, фора 0 поставила. Коэффициент 4. На выходе было 5500. То есть, мне кажется, так. Не хватает до сих пор побед гостей. Одна победа гостей. Так. И Рубин. И Краснодар. И ничья матч. Локомотив в Сочи. Как-либо 1-1 сыграют. Или же... Ну, то есть, если будет 2 победы гостей, то Локомотив не проиграет. Можно еще, знаете, как... И Украина. Киев. Победа. Шахтер победы. Не пофиг. Все. На эту Лигу Европы. Посмотрим. Высшая лига. Завтра играть. Белорусская лига. Сегодня неплохо. На Динамо присунул полтора больше. Взял на них. Я думаю, так. Все-таки сейчас посмотрим. Быстренько зайдем. Там вроде не хватает. Ну, прям Белорусская лига. Очень хорошо. Еще взял в матч-лайве 4-1 на Минск. 0-0 играли. И все зашло. То есть, у нас 4 победы. Хозяев одна ничья. 4 победы хозяев. То есть, Брест победы, Витебск победа. Да. 4-2. И Батэ Слуцк не носил этот матч. Непонятно. Да, Батэ, Батэ. Но могут и праздник подарить. На Динамо идут сыграть. То есть, Динамо, Брест победа и Витебск. Двойной шанс можно даже взять. Или Альдинарам, Витебск, Брест победа. Там коэффициенты по двойку, наверное. Все, наверное. Я так думаю. Команды прокладок найдем еще. Если их нету, то все. А, давайте сразу скажем по понедельнику. Играется Барселона, Веска. Ирапуль, Вархэнтон. Играем по статистике. Чего не будет хватать. Все. Больше нечего говорить. Так, белорусская, бельгийская не играется сейчас. Греция. Вот, Олимпиакос. С Ларисой играет так. Так, давайте так. Если все-таки Олимпиакос хочет зацепиться за три группы, а не забит меньше двух. Мне кажется, там все понятно. И Олимпиакос просто победит в этом матче. И Олимпиакос полтора больше. Вот так вот. Так. Больше-больше нигде команды не крают. Именно команды-прокладки. Голландия. Аякс. Аякс играет. Вот, нашли. Аякс как сыграл? На концу. 3-0, да. Айянкбойс еще. То есть, мне кажется, Аякс просто победа. Где Янкбойс? Швейцария. Возле немцев. Швейцария. Янкбойс играет с Анкалином каким-то. То есть, наверное, там коэффициент 1-20 будет. То есть, Янкбойс... А, коэффициент 2! Можно ловить просто, реально. Просто победа Янкбойс. Почему? Потому что Янкбойс просто слил Аякс. То есть, не понимаешь, что все. Не защищу бороться. То есть, просто победа Янкбойса. И все. И может даже фору 1, а там за коэффициент 3. Мне кажется, и все. Больше нету команд прокладок. Да. И все. А еще можно... Все. Да. Разобрал все. На воскресенье все. А, тихо-какие, посмотрим. Я не знаю, играется КХЛ сейчас или нет. Думаю, нет. Да, КХЛ не играется. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok